МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждого мужчины есть свой гараж мечты. Как правило, виртуальное место, в котором собраны самые желанные самодвижущиеся произведения инженерного искусства. И там среди суперкаров, заряженных хэтчбеков и мотоциклов обязательно должен быть хотя бы один автомобиль, который в гараже мечты вроде бы ни к чему. В моем идеальном гараже такой, не совсем понятный с точки зрения стандартных водительских мечтаний, автомобиль есть. Это универсал Subaru Legacy 4-го поколения с оппозитным 6-цилиндровым мотором объемом 3 литра и с механической коробкой передач, подготовленной подразделением Subaru Technica International, более известным по аббревиатуре STI. Тот универсал я полюбил за способность изменять пространство, причем не только внутри, в него и правда много чего помещалось, но и вокруг себя. За рулем той машины я чувствовал себя супергероем, который мог оказаться в любое время в любом месте. И это качество приятно контрастировало с абсолютно неромантической внешностью. И вот прошло 10 лет, и я снова за рулем универсала, построенного на платформе модели Legacy, который еще и неплохо скачет по грунтовкам, да и под капотом теперь оппозитный мотор объемом не 3, а 3,6 литра. Звучит как вызов моей мечте. На самом деле это не совсем тот универсал. Лет 7 назад в компании Fuji Heavy Industries решили, что нескольких пластиковых деталей и пары дополнительных миллиметров под днищем вполне достаточно, чтобы называть автомобиль не Subaru Legacy Outback, а просто Subaru Outback. Под передним бампером больше 27 сантиметров, что немало, но это не дает нам основания считать универсал покорителем Outback, то есть отдаленных, незаселенных районов. Хотя просто как универсал Outback вполне неплох. На втором ряду полно места, потолок не давит, и спинка дивана регулируется. Ну а если нужно превратить 512 литров грузового объема в 1800, достаточно потянуть за ручку на стенки багажников. Не уникальное решение у некоторых японских брендов. Есть аналогичные, но лучше, чтобы пока ничего не придумали. Но все-таки главным поводом для встречи именно с этим автомобилем стало содержимое подкапутного пространства. Нынешний мотор с индексом EZ, или, как сказали бы американцы, EZ36, это 260 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента. Звучит неплохо, пока не вспомнишь, что мотору приходится таскать на себе 1675 килограммов снаряженной массы. Ситуацию усложняет вариатор, которому на нашем рынке просто нет альтернативы. Как ни странно, в цифрах все выглядит неплохо. Спринта первой сотни Outback выполняет за 7,6 секунды. Но радости это, увы, не приносит. В отличие от своих предшественников, этот линиатроник умеет работать с фиксированными передаточными отношениями. Их здесь шесть. Но, во-первых, для этого коробку нужно перевести в спорт-режим. А во-вторых, как только активируется вот этот алгоритм работы с шестью псевдопередачами, рабочий диапазон двигателя сжимается до 500 оборотов в минуту. Ну, то есть, вроде бы, фиксированные передаточные отношения есть, а ощущение нормального драйва с такими рывками стрелки тахометра по циферблату не возникает. Словом, покупать этот мотор радиодинамики я не советую категорически. Ну, и с эластичностью тут все, не слава богу. Вот вам обычная городская ситуация. Пятая передача, 60 км в час. Я неспешно качусь в виртуальном, в данном случае, потоке. Приходится вместе с потоком замедлиться, допустим, до 40. А потом перестроиться в обнаруженное в соседнем ряду свободное место. Нажимаем акселератор, и... И ничего не происходит. Конечно, будь на месте аутбека седан Легаси, который на полтора центнера легче, был бы гораздо веселее. Но Легаси у нас не продается. С другой стороны, аутбек построен на той же платформе. А шасси это, между прочим, является едва ли не лучшим в классе по сочетанию управляемости и плавности хода. Рулится аутбек достойно, и во многом благодаря умному полному приводу. Правда, стать идеальным автомобилем ему опять-таки мешает вес. Центр масс находится слишком высоко, чтобы обходиться без крен. Итак, этот автомобиль создан не ради удовольствия от вождения. Тогда для чего? Может, для комфорта? Находиться внутри приятно. Здесь есть и мягкий пластик, и обширная стеклянная панель. В общем, такое воплощение азиатских представлений о хай-теке. Но есть и мелкие проколы, оттого еще более обидные. Например, подрулевые лепестки. Звучат совершенно погремушечно. Кстати, о руле. На нем расположены 16 кнопок. Впрочем, стоит освоиться с этой клавиатурой, и можно ощутить кайф, знакомый начинающим авиаторам, только-только запомнившим назначение тумблеров и циферблатов, разбросанных по кабине скромной Cessna. Ну и это удовольствие едва ли способно компенсировать стоимость конкретно этой версии. 3 миллиона 400 тысяч. 3 миллиона 400 тысяч рублей за автомобиль, в котором, конечно, много чего есть, но нет, например, датчиков парковки. 3 миллиона 400 тысяч за нормальный автомобиль, созданный на базе выдающегося. Словом, если вам нужен практичный универсал с повышенной проходимостью и полным приводом, идите и купите себе Volvo XC70, пока они еще есть. Редактор субтитров А.Семкин